Ну, наконец-таки, командные контракты уже в игре, и мы идём вместе с вами выполнять первое задание. Противнички давайте, наверное, прожмём, рискнём. Одного слили, второго слили, третьего слили. Диктатора сольём, отлично. Ещё одного сольём, пять игроков, по-моему, разобрали мы с вами. Отличник оставляем на 0 хп, добиваем. Так, смотрим. Отлично, да, завершено. 22 часа 57 минут остаётся, в моём случае я уже первый контракт прошёл. Друзья, приветствую всех на канале, с вами Марвел Хиром. И в сегодняшнем ролике вместе с вами будем уже начинать принимать то самое активное участие в ивенте, который называется «Командные контракты». В моём случае уже есть тысяча очков, если предыдущий видеоролик не смотрели, можете забежать, потому что у нас сегодняшнего дня уже появляется вкладочка «Командные контракты», в которой уже имеется задание. Но по всём по порядку, поэтому в свою очередь обязательно видеоролик поддерживайте активностью в виде пальчика вверх. Заодно делитесь в комментариях, за какую фракцию вы попали, ну и, конечно же, за сколько времени вы выполнили то самое задание. Заодно, если вы первые на канале, подписывайтесь, прожимайте колокольчики. Ну и перед тем, как отправимся в матч, я напоминаю о том, что на канале проходит розыгрыш по моему личному тегу создателя контента «Аимна Иммортал». Привязывайте на стройках аккаунта, участвуйте в розыгрыше на большое количество кристалликов, а именно 2 миллиона. Ну и помимо кристалликов вместе с вами разыгрываем 10 тысяч танкоина. Вся подробная информация есть на нашем сервере Дискорде, присняйтесь, ознакомливайтесь, ну и также не забывайте заполнять ту самую форму, которая есть в описании под этим роликом. Ну а я вам, друзья, желаю успехов и побед, ну и давайте уже выдвигаться, потому что я в своем случае уже даже начал принять то самое задание. У нас появилась миссия, которая называется «Звездочет», и это часть первая, то есть первая миссия, которая будет ежедневно у нас обновляться. В сегодняшнем случае надо набрать 30 звезд в любых матчмейкингах, битвах, и, конечно же, в случае премиум аккаунта это выполнить гораздо проще. То есть у тех игроков, которые владеют премиум аккаунтом, конечно, больше перспектив завершить данную миссию в течение суток. Опять же, вроде задание самое сложное, но все зависит, конечно, от того времени, которое у вас имеется на протяжении дня. Ну и не забывайте, что через быстрый бой, мы сегодня как раз таки в этот быстрый матч отправимся, вы получаете больше звезд. Все, конечно, по итогу зависит от продолжительности того самого матча. Ну и по окончанию миссии глянем вместе с вами уже, возможно, на некие результаты той или иной фракции, потому что это лишь начало. Ну и, конечно же, ролик не забывайте поддерживать активность, потому что с самого утра я для вас записываю данный контент, чтобы вы были уже в курсе по поводу того самого старта нашего вента в виде как раз таки появившейся миссии в нашей игре. И, конечно, сейчас будем с вами стараться уже первые звездочки по окончании, надеюсь, что в нашем бое зарабатывают. Попадаем с вами на карту Иран в режиме заход в флага. Я, наверное, пока что останусь на викинга смоке, а потом, если что, мы потребуется, возможно, с вами переденемся на что-нибудь более актуальное для этого режима. Хотя на смоке, конечно, в последнее время мне стало достаточно приятно играть. Давайте прожмем миррайк, попробуем сразу же раздамажить нашего противника одного, второго, заодно вот так вот. И, может быть, если аптечка где-нибудь будет, заберем, пока что там страйкеры, кстати, наводятся. У нас есть аптечка на вражеской базе, если же заберемся, можно как раз таки забирать, кто-то уже валяется, отдыхает. Такс, пока по флагам недоступно, но уже, как вижу, таймер у нас в битве обновляется, поэтому можем даже пытаться флажочки возить. На самом деле, на таких картах предпочитаю брать фризик, карта компактная, поэтому на фризе довольно комфортно тут играть. Хотя на смоке тоже у нас флажочек, может быть, удастся увезти у противника с базы. Только нашего флага нет, у нас флажочек-то тоже противник не зевает, увозит так. Только наш союзник, погибая сзади, просто мне начинает мешать. Вот это, конечно, неприятно. Так, вроде как мы с вами успели спрятаться за угол. Так, ну и там смока у нас на базе, не из приятных вещей. И еще у нас справа там противник, который за мной, видать, гнался так. Реист у смоки имеется. Неприятно, потому что могут нас разбирать. Так, смоку мы добиваем. Надеюсь, что наша команда все уже вернет флажочек, и там пойдет в скором времени еще будет падать овердрайв. Если еще не упал, потому что я в начале раунда как раз-таки его успел забрать. Давайте смоке еще накинем урончик. Ее, кстати, оглушают неплохо. Давайте добавляем еще немножечко. Там еще ижига по центру. Ужиги хотя бы реиста нет, а мы жигу, наверное, с вами быстренько разберем. Он, да, и уррайв, кстати, падает, но я, наверное, хотя могу успеть забрать. Давайте заберем. Флаг бы кому-нибудь скинуть из наших тиммейтов, потому что флаг я, конечно, не буду, скорее всего, держать на протяжении всего боя. У меня вполне есть перспектива и шанс вернуть тот самый заветный флажочек на свою базу. Вот только кому довериться, кому скинуть флажочек, потому что нашей команды пока что особо нет. Наши ребята чего-то зевают. Минер там еще где-то, видать, имеется, потому что у нас слева были минки, но благо его разбирают. Что ли самому идти, возвращать флагом прям, но это, конечно, не лучший вариант будет для нас. Ну, хотя можно, конечно, попытаться. Там лево страйкер. Жига еще заходит через центр. Наверное, пока торопиться не будем. Страйкера могу накинуть. Сдалека на урона, конечно, маловато. Совсем залетает. Так, жиги накидаем. У нас макать через тыл. Наверное, придется прожать, чтобы не рисковать, поскольку резис 50%. Отличненько разбираем. Страйкера, кстати, тоже можно попробовать на дистанцию такую разобрать. Под уверрайком то, что нужно. Наши, кстати, флаг носа разбирают. И шансы даже есть на возврат, потому что нас хоть и меньше. Но у наших в перспективе, да, шансик появляется и возвратик имеется. Санцентрик, кстати, противник. Появляется у нас слева. Смока залетает. По резистам от фреза, кстати, вообще нету. Наверное, стоит как раз-таки эту пушку и взять. Наши там уже и пытаются вести. Туннельчик, нифига себе траектория. Можем, конечно, спрыгнуть, попробовать помочь. Тут уже и противник на диктары прыгает. Так, хотя бы Гаусс разобрать надо. Вот Гаусс только может нашему помешать. Еще тут такие текстуры, пропу, что попробую проехать. Ну, Арос сильно битый. Ну, только не говорите, что он вернул. А он, скорее всего, да. Вернул, потому что наш почему-то даже не попытался обернуться, чтобы противник уничтожить. Странно, но ладно. Давайте, наверное, попытаемся сейчас быстренько выбраться, поскольку там еще и флаг наш подхватил. Оппонент наш. Нам достаточно, в принципе, две звездочки. Поэтому, в целом, тут, если получится, даже, может быть, досрочным образом завершим. Если, конечно, нам команда в этом будет даже помогать. В непростом деле. Потому что флаги возить, конечно, одиночку. Не просто так жигу. Может быть, подамажим. К сожалению, успевает все же прожимать Николай Увердай. Увердай, кстати, у меня почти накопился. Может быть, мы возьмем место просто с Макеей. Приза. Пока у нас есть на Викинге Увердай практически накопленный. Мы торопиться не будем паладины брать. А вот с Фризиком, я думаю, что вариант был бы неплохой зайти на вражескую базу. Потому что в ближнем бою тут Фриз будет себя очень комфортно чувствовать. Я в том числе. Так, этого мы разобрали противника. Еще и трупы, которые не дают проехать. Давайте, наверное, там Скорпион. Кстати, успел свестись по нам. Но я вроде как увернул Смака за спиной. У нас еще и флаг уходит. Ё-моё. Так, флажочек накинул. Небольшую плюшечку тут еще противнички давать. Наверное, прожмем. Рискнем. Одного слили, второго слили, третьего слили. Диктатора сольем. Отлично. Еще одного сольем. Пять игроков, по-моему, разобрали. Мы с вами отлично. Оставляем на 0 хп. Добиваем. Флажочки я подхватываю. Но надо нашим тематам помогать. Потому что я тут, конечно, как всегда, в одиночку стараюсь. И по очкам, конечно, это наглядно видно. 345 очков, 15 киллов. У меня сейчас должен быть фриз. Да, появляется доступ к этому вооружению. Мы сейчас будем пытаться туда заходить уже на вражескую базу. На немножечко другой пушке. Которой, возможно, противник даже и не готов. Так, Жига. Ну, ладно. Проба проезжать. Там флаг, кстати, уходит. Наши запустили шарик неплохой. Но, ладно. Не самый лучший. Если выигрывает время наше, то я, возможно, успею еще и помочь. Васьпик даже везет живой. Давайте прожмем этот оверрайв. Солим диктатора. Раз. Можно сразу же скорпиончика раздамажить. На 0 хп оставляю. Спеем, а раз и не успеем. Чуть раздамажил. Так, скорпиончика мы с вами добиваем, кстати, который минировался. Ну и наши по идее должны доставлять. Давайте, мужички, красавчики. Еще шарик какой-то запустили. Ну, это, по-моему, вражеский уже шар полетел. Но я вроде как не должен цеплять его. Ой, там какой-то еще оверрайв противник прожал. Может быть, даже на Викинге. Рисан в центре оверрайв прожал. Жига, двигайся, мужичок. Возвратик надо оформить. Верните, парни, скорее. Никто вернул. Васьпик летит. Васьпика попробуем слить. Надеюсь, что наши вернуты. Или самим придется возвращать. Давайте рискуем. Выезжаем. Вроде как никто по нам не стреляет. И третья доставочка уже флажочка. Но очень, конечно, потно. Потому что по очкам, к сожалению, наши не все ребята играют. Хотя против тоже ситуация не из лучших. Смока там на правой стороне как раз-таки уже без реиста. От нашей пушки уже будет попроще разобрать. В скором времени там еще и веррайв на центре пойдет. У меня практически уже свой накопился. Можно васьпика подамажить. Попробовать уничтожить. Раз. Отличненько. Ну и давайте, наверное, потихоньку. Может быть, пара спам противника. Успеем. Может быть, прыгнуть хотя бы в туннельчик. Было бы отлично. Хотя бы, чтобы дождаться аптечки. Аптечку у меня в скором времени будет. Так, хантер, может быть, минку поставить не поставил. Отлично. Ну и давайте, наверное, в туннеле поедем. Потому что гаусс там свелся уже по противнику. А точнее, по союзнику нашему. Скорпиончик, кстати, по-моему, это по мне до наводился. Ощущение у меня сложилось такое. Так, васьпика мы раздамажим. Из туннельчика выезжаем, маленечко упираясь. И давайте как раз-таки пара спам своим уже попробуем проехать. Вроде как, ничто нам не препятствует. Ну и доставочка. Вроде как, несложная. Но, с другой стороны, тоже траектория. Мноя, конечно, непростая была выбрана. Благо, хоть добрались. Так, васьпика еще одного разбираем. Там еще пара спам у нас смака. Давайте раздамажим. Там, кстати, васьпик у нас на 0 хп везет. Не знаю, поможет ли ему кто-нибудь или нет. Потому что я тут уже, к сожалению, выживаю. Если поставят, у это пятый будет уже доставлен флажочек. За 8 матча. Так, скоро будет голд. Надеюсь, что наши получится поставить один флаг. Надеюсь, что поставят. Да, вроде как должны. Там их много. Жигу мы разбираем. Голдик еще в центре падает. Но голдик мне не особо нужен. Поэтому надеюсь, что наши ребята заберут. А мы пойдем тогда с вами за флажочком. С овердрайвиком. В принципе, шанс имеется. Николай сейчас на хантере разберем. Если успеем быстренько. Тут, конечно, противников много. Давайте гаусс хоть раздамажим. Раз гаусса раздамажили. И зитку можно раздамажить шикарненько. Это хантер еще под дамажем. Но и наши желательно, чтобы зашли. Потому что уже троих, как минимум, мы разобрали. И катора я не успеваю. Он прожимает еще овердрайв 680 очков. Не, ну такими там помимо этого забоя. Наверное, около 80 звезд должны с вами получать. А это достаточно. Неплохое количество, которое позволит нам реально треть миссию. Понимаете, в моем случае, это уже позволит завершить даже наше здание. И первый контракт. Первый уже день. Так, Васьпика давайте раздамажим. Отличненько. Биты остаются. Давайте на призике. Попробуем пара спам противника. Возможно, проехаться. А где флаг? Я не совсем понял, где флажочек наши. Куда, ребята? А вот он как раз таки в этом проезде и был. Давайте подбираем. Без аптечки. Ну, пробуем. Может быть, даже через центр, блин, текстуры, конечно, и ранее. Я тут попробую еще не перенуться на ровном месте. Я, наверное, поднимусь даже наверх. И мы с вами попробуем прям по второму этажу проехаться. Блин, опять я врезался. Не сильно приятно. На Викинге после летающих еще корпусов порой пересаживаться так. Ну, и с левой стороны я думаю, что мы смогу тут попробуем заморозить по максимуму. Хантера тоже приезжать, потому что наши уже везут. То наш тут тиммейт пытался везти, но, к сожалению, возвращает. 85% вверхлайв имеется. Который можно реализовать как раз-таки на очередную атаку. Вместе с вами. Там в центре у Хантера есть вверхлайв. Главное, под него не подставиться сильно. Так, Гаусс. Еще рикошетик, мужичок. Не мешай нам. Хантер прожимает вверхлайв. И аптечки, к сожалению, мне пока нету. Чтобы восстановить себе хпшечки. У вражеских ребят тоже там. На распах аптеки не имеется. Так, но мне хп мало. Пока, наверное, не буду никуда пока ехать. Постоим, подождем. Возможно, противник к нам поближе подъедет. И мы тогда... О, шафт он снаричен. Так, мы тогда можем прожимать вверхлайв. Пытаться заходить на вражескую базу. Хп хоть и немного. Еще и без аптечки. Но пытаться... Можно, наверное, везти через центр. Еще шарик АРСа наш запустил. Отлично. Так, у нас все шансы поставить последний флажочек. За 3 минуты до конца. Как раз-таки даже чуть-чуть подождем. Может быть, звезды тут больше. В таком случае. Там кто-то даже запустил шарик. И доставочку делаем с вами. И, по идее, первый контракт мы даже должны завершить. 8 звезд. Да, вообще классно. 8 звезд. Но это прям... Такими темпами, конечно, можно довольно быстренько выполнить все задания. Командные контракты. Так, смотрим. Отлично. Да, завершено. 22 часа 57 минут остается. В моем случае я уже... Первый контракт прошел. Такие же дневные миссии. У меня еще пройдены практически все. Отличненько. Забираем. Еще в магазинчик надо забежать. Тоже забрать бонусы. Осаду я тоже выполнил. Ранее играли мы вместе с вами на стримчике. Так, и магазинчики. Тут, в принципе, к сожалению, почему-то ничего не обнывлось. Давайте, наверное, зайдем как раз-таки на сайт. Посмотрим по статистике. Статистика пока что говорит нам не о чем. На самом деле, я уже думал, что что-то появится. В плане информации, какая возможность фракции лидировать. Я думаю, что, скорее всего, это произойдет через 12 минут. Поэтому давайте небольшую паузу. Для вас это секунда времени, для меня чуть больше. И обратно, конечно же, вернемся уже, надеюсь, что с определенными результатами. Ну что же, возвращаемся обратно, друзья. К сожалению, статистика по-прежнему не обновилась. Никакой информации нет. Какая из фракций лидирует по этому. Надеюсь, что к моменту выхода этого видеоролика уже что-то будет наверняка видно. Поэтому, в свою очередь, обязательно делитесь своими впечатлениями. Конечно же, видеоролик поддерживать активность. В виде пальчика вверх. Делитесь со своими друзьями этой информацией. Дабы они тоже были в курсе о том, что уже первый день тех самых контрактов в нашей игре стартовал. Также, в свою очередь, не забывайте о том, что вы можете поддержать канал. Ставь спонсором того или иного уровня по вашему желанию. Ну и, конечно, тем самым получить дополнительные бонусы в том или ином виде, о которых вы можете ознакомиться по ссылочке в описании. Ну и, конечно, тем самым мотивировать меня на новые ролики по танкам онлайн. Заодно, если вы были впервые на канале, подписывайтесь и прожимайте колокольчики. Ну а с вами был Immortal Hero. Желаю всем хорошего дня. Ну и до скорой встречи.